Александр, в зале есть Шара Буллетт, который вчера очень громко заявил на всю страну о том, что он готов заменить Ильича в поединке 26 августа на РСС-12. И давай, Шара, сначала с тобой поговорим. Можешь прямо, ну знаешь, одно дело в клетке бросать вызов несуществующих человеку. Дайте микрофон, пожалуйста. Да, дайте микрофон. А другое дело с глазу на глаз. Ты, я думаю, можешь даже выйти к нам только, если тебе это комфортно. Друзья, Шара Буллетт. Средний вес, российский. Приветствую, друзья. Очень приятно присутствовать. Хочу поблагодарить, в первую очередь, Николая Клименко, организацию, что позвали меня. Дали такой бой, возможность выступить. И Сергеем Матвиновым было серьезное протестание для меня. Он был первым номером. И я теперь претендент здесь. Я захватываю все. И я заберу в Афгай. Александр Шлименко, большое уважение тебе. Ну, клетка, знаешь, очень тесная уже. И это вершина. И ты должен либо, я уже вчера сказал, либо признать, что я номер один, я перестану прийти на вас с тобой на бой. Либо нам придется когда-то столкнуться. И мне кажется, Ильич – это не тот соперник, с кем ты должен сражаться. Зрители единоборств этой индустрии, ММА российская, ждут ярких противостояний. Я знаю, ты не любишь дагестанскую школу из-за борьбы там и так далее. Но я представляю ударную мощь Дагестана и готов показать всего себя в бою с тобой. И чтобы стать лучшим, надо драться с лучшим. Ты легенда. И я хочу стать легендой. Александр, что скажете? Это состояние возможно в будущем. Но для этого, во-первых, если тут RCC, гонорар должен быть такой же, как с Магри. Это в первую очередь. И Шара, я тебе желаю, знаешь, за это время поднабрать медийно. И тогда реально наш бой будет очень интересен. Я пока что делаю все, что от меня зависит. Я вижу, ты молодец, ты хорошо двигаешься. В клетке доказываю, чтобы люди не говорили, кто я. Просто надо посмотреть мой бой и я доказываю там все. И наше противостояние, я думаю, будет. Там будет настоящая авария. И тебе в итоге бросили вызов, даже несколько. Ну, первый прозвучал от Шары Буллета, да, еще вчера, в принципе, из клетки. А как ты воспринимаешь? То есть там вроде бы и формулировки такие, как сказать, ну, уважение, что ли, да? Как ты это видишь? Ну, знаешь, на самом деле, с одной стороны, приятно, что я самый вызываемый боец стал. Ну, реально, так как меня, наверное, вызывает никто. Тем более, Александр Емельяненко еще подключился. За последнее время только вызывает и вызывает. Ну, как я отреагировал? Пойми, я сейчас на это серьезно не воспринимаю. У меня сейчас Ильич. Ну, поймите, зачем меня растаскивать и отвлекать? Может быть, я такой маневр специальный? То есть тоже, это же с одной команды, в маге. Хотя маге, наверное, я думаю, не выгодно, чтобы я проигрывал. Ну, 100%. Поэтому, ну, знаешь, сейчас я не хочу отвлекаться, честно. Вот сейчас вот как-то насматривать, вдумываться, что будет. В будущем все возможно. Но при этом, опять же, хочу сказать, Шара должен, вернее, этот бой должен быть на очень хороших условиях. Таких, как у маги, да, к примеру, как бой с магой. И Шара должен прибавлять, медийно, физически, и все. Ну, медийно, говорю, так же выигрывать, бои свои, как он это делает. И все. У меня сейчас три боя, пойми, запланированы. То есть у меня уже есть три боя. Поэтому как-то разбегаться, перепрыгивать, отходить в сторону, зачем? Получается, да, бой ближайший 26 августа, потом бой в сентябре, потом бой в декабре. И вот сейчас, получается, ну, там за полторы-две недели до первого поединка тебя, так, можно сказать, да, выдергивают из тренировочного процесса. Ты едешь в другой город, участвуешь в съемках, там, шоу и прочее. А не мешает? Конечно, мешает. Знаешь, на самом деле и смена соперника очень серьезная. Потому что, ну, реально, я всю подготовку готовился на магу, который ниже меня ростом и будет бороться. Ну, хоть что он говорит, но все же мы понимаем, что он будет бороться. Сейчас у меня высокий соперник, длинный, с длинными руками, ногами, корявый, кикбоксер, который вообще не будет бороться. И прикол в чем, что я сам-то тоже не боролся. То есть я-то сам не готовился бороться, я готовился только защищаться. Понимаешь? То есть вся подготовка сейчас базируется только на функционалке. Поэтому мне вот сейчас волнительно. Я сейчас не хочу отвлекаться на всякие вызовы еще, потому что, знаешь, я понимаю, там, Слава Василевский, у него кругом одни мешки. Он такой вообще у нас мешкобой такой великий. Но я не такой, понимаешь, я понимаю прекрасно всю опасность, которая исходит от Ильича. Она реально большая. Понимаешь, если посмотреть, как он проигрывал, понимаешь, вдуматься, как будто его там били направо-налево. Понимаешь? То есть очень опасный соперник. Вот ты сейчас видишь магу, да, очевидно, все ждут вашего боя. А вот, ну, ты когда его до этого видел, когда видел, как он взвешивается и прочее, когда видел, что там вес за сотню, ты, в принципе, делал выводы, что, ну, вряд ли Магомед успеет подойти там в нормальных кондициях, вряд ли бой состоится. А вот сейчас, когда его видишь, он весит 96 килограммов, он вроде бы так более бодрый, чем раньше. Насколько ты... Слушай, да мы видели вот фильм, кто хочет, может посмотреть. Отличие мое от магиного. Мага может тренировку проспать. Мага точно так же относится. То есть пойми, он относится к этому. Вот у него получится все, сойдутся звезды. Не будет его никто отвлекать. Он нормально будет тренироваться, он подготовится к бою. Если он не будет тренироваться, если он будет спать там, будет куда-то, он не будет просто драться и все. Он не выйдет неуверенным. Не то, что, я говорю, готовым на 100%. Мы не узнаем, готовы ли мы были на 100%, только когда бой проведем. Правильно? Мы узнаем. А как ему кажется? Вот как он себя чувствует? Поэтому, естественно, я видел, как он выглядит. Да я сейчас могу сказать, что сейчас он тоже не готов. Максимум, к чему он готов, это противостояние по боксу в двухминутных раундах. В шесть там раундов или четыре раунда по две минуты. Но это же не профессиональный ММА. Пяти раундов по пять минут, пойми. Вот еще был вызов от Александра Емельяненко. А удивляет ли тебя? То есть, во-первых, природа этого вызывала, во-вторых, ну, жесткость. Да, такой посыл, мне кажется, да, довольно Александр вкладывает. Ну, я смотрю, здесь прям все, очередь выстроилась, все кидают вызовы. Мне хочется обратиться к Шлеменко, к бойцу невиденного фронта, к заложнику общественного мнения и заложнику общественных обстоятельств. Ты очень часто перебываешь, и как-то мы с тобой даже созванивались, говорили. У тебя есть мой номер телефона, вроде бы все сгладилось на ней, а сейчас опять ты что-то начинаешь в мою сторону какие-то выпады делать. Через интернет сообщество, еще какие-то интервью давать. Слушай, я тебе предлагаю, сейчас будет у тебя пауза. Вот, я понимаю, что с вишних единоборствах ты сослался на то, что мне придется гонять вес в, ну, в твою весовую категорию. Давай по правилам бокса подеремся, я не буду тебе оборонен, я тебе на руках разберу. Я площадку найду. В самой сильной своей стезе, да? Я борец, я не боксер. Всю жизнь занимался джидо и самбо. Руки сам себе ставил. И Смаилов, кстати, согласился. Подтверди. Что? У меня даже есть видеозапись. Я выложу на днях, чтобы ты не спрыгнул. По правилам бокса ты согласился со мной драться. Ну, секунду, мы спросили у зрителя. Я сказал, давай поинтересуемся у зрителя. Люди, вы не бродили себе по линии Смаилова по правилам бокса? А кто первый? Александр Шлеметков? Могут по очереди в рим заходить. Мне хватит на опоры. Честное слово, мне вот сейчас обидно вставать. Я со мной что, никто не хочет подраться и живешь? Что происходит? Я столько, что тебе предложил. Что ты начинаешь съезжать? С тобой никто не будет поговорить. Ты будешь бегать, ты долго готовишься просто. Понимаешь? Да. Спасибо всем. Готовьте. Слушай, знаешь, я на себя завалил такую миссию, такого человека, который будет не бояться, с людей спрашивать и показывать на их недостатки. То есть я считаю, что я никогда в жизни не оказывал никому медвежью услугу. То есть я не буду, знаешь, на ухо приседать и говорить, если ты выглядишь плохо, я не скажу тебе, ой, какой ты красавчик. Понимаешь? И наоборот, если ты умираешь, я тебе скажу об этом. Так же и здесь Александр Емельяненко просто меня воспринимает, я всю жизнь хотел бы помочь. Я знаю его проблему, все мы ее знаем. И сейчас мы видим, что он здесь делает? Не пьет, правильно. Что он здесь делает? Тренируется. Так он хоть чуть-чуть расцвел и хоть чуть-чуть стал выглядеть, похожим на человека вообще. До этого он еле ходил. И ты прекрасно это помнишь. Любой может посмотреть в интернете. Но кто об этом говорил, не боясь, говорил, что это проблемы, все указывал на эти проблемы. И людям, к сожалению, это не нравится. Поэтому мне, знаешь, столько хейтеров, потому что я это делаю. И так же здесь Александр Емельяненко, понимаешь, то есть зачастую мы обвиняем тех людей, которые нам наоборот хотели помочь. И они становятся нам почему-то врагами. Ну не мне лично, я так не живу, а большинству людей. Так же и тут, знаешь, я не знаю, он может быть услышал, что я там говорил про него, но я говорил, реально описываю его состояние. Вот и все. А вы здесь не пообщались, не поздоровались? Ну как, я с ним подошел, поздоровался. Пожали руки, да? Ну нет, я подошел, поздоровался, потому что он меня старше. Во-первых, ну всегда так принято, как бы младший подходит, здоровается. Это нормальная ситуация. Я подошел, поздоровался, но мы с ним не общались особо. Я вижу, что он не настроен со мной общаться. Пойми, в моей жизни очень много людей, с которыми я перестал общаться, потому что я им помог. То есть реально был человек, который им сказал, они изменили свою жизнь и почему-то меня обвинили в этом. Ты говоришь, да, Александру в том числе, да, ты хотел помочь, там, и своим высказываниям и прочим. А когда и почему для тебя Александр стал человеком, которому ты бы хотел помочь? Он всегда был. Пойми, я никогда не разделял. Вот все, кто живет в нашей стране, они мне все близки. Мы все одни, понимаешь, неважно. Я сейчас не разделяю, тут, знаете, в Дагестане живут люди, там, где-нибудь, ну, не знаю, там, в Калмыкии, там, в Питере, в Москве. Мы одна страна, одна большая страна, и не надо нас разделять. Понимаешь, разделяй власть, чтобы это не получилось. И я, будучи русским человеком, видел, как здоровый, сильный русский парень убивает себя, как и миллионы русских парней, которые уходят, знаешь, от алкоголя. Мы же это все видим, мы это знаем. Блин, да я не знаю, пойми, я не знаю, как другие, может быть, они отгораживаются от этого, а я это вижу, я вижу эти смерти. Вот совсем недавно опять повторилась ситуация, умер буквально на улице человек, валялся труп весь день. Я хотел это снять, но потом подумал, наверное, некрасиво будет это снимать, показывать, как у нас проходит ситуация. Ну, как она идет, а то может думать, что я навыдумывал что-то или что в своем районе. Поэтому я не хочу, чтобы Александр становился таким антипримером. Понимаешь? То есть вот сейчас, что мы видим? Александр готовится к бою. Что он делает? Может быть, он бухает? Нет. Он, наоборот, в реабилитационном центре. Он двигается, он бегает, он все. И понимаешь, вот такой пример нам нужен. Такой пример. Ну, пусть он никогда не пьет. Пусть он дальше остается. Пусть он дальше живет как можно дольше. Знаешь, в здравом уме, как говорится, силой, в руках. Пусть он боксирует, пусть он выходит, дерется и радует нас своими боями. И с него будут брать с такого люди пример. Понимаешь? А не наоборот. Многие же тоже берут. И многие, знаешь, так же думают. А, что я потом побегал, ничего страшного. Потом забухал, ушел в запой на месяц. И все. А потом ни с того ни с сего умер и все. Просто на ровном месте бац и умер. И таких многого. Александр Емельяненко, он очень одаренный боец. Его одарила природа. Одарили его предки, которые до него эти, понимаешь, как тренировались. Не знаю, что они делали. Ели, пили, правильно жили. Он же очень одаренный. Он высокий, здоровый, сильный, тяж. Правильно? Просто убивает себя. Зачем? Поэтому дай бог ему здоровья, чтобы у него все было хорошо. Сейчас Мага Исмаилов, отвечая на вопрос про бой с тем же Александром по боксу, он говорил, что мне хочется, чтобы напротив стоял Александр, которого не то, что не жалко, которого можно ударить и все такое. Сейчас не особо это конкурентный бой, и Мага поэтому не хочет этого поединка. А вот у тебя какое мышление? Я согласен. Да, Александр даже смотрел, он даже какую-то глупость говорит. У нас было уже, у меня, вернее, вызывал уже на бой, какую-то глупость придумать, что я ему сказал, гоняй вес какой-то. Какой вес я ему и говорил гонять? Ему близко это не говорил. Единственное, что я сказал, слушай, ну если ты хочешь так подраться, пускай это будет ММА, причем здесь бокс. Понимаешь? Ну и опять же, он сам все противоречит, он называет себя борцом. Ну вот я сейчас тебе самбист, что? Да, ну понятно, самбист. Но какая сильная сторона у Александра? Руки, очевидно. Ну, я сейчас скажу, скажи мне, бокс, ноги, борьба. Сейчас вот 10 человек вот здесь спросим, они скажут бокс. Ну, о чем это говорит? Да, может быть, он не боксер, ну то есть по боксу не выступал. Хотя он профессионально тоже выступал по боксу, у него есть один бой, по-моему. Поэтому, ну что говорить? А так, на самом деле, знаешь, я понимаю, что Александр себя стал чувствовать лучше, но все равно, все равно заметна такая нотка вот проблем с нервами. Правильно Мага говорит? Он может стать легкой добычей просто для кого-то. Я не хочу, чтобы это был я. То есть тебе этот бой как бы не особо на перспективу интересен? Ну, опять же, смотри, у меня три боя. Конечно же, он есть с точки зрения хайпа, чтобы как Мага в первом бою у них было улететь в космос, это интересно. Правильно? Ну да, конечно. Конечно, но я не такой, я не привык за счет кого-то улетать в космос. Понимаешь, потом, чтобы что там говорили, тем более брать, как говорится, грех на душу, это не мое. У них есть договоренность со славой датской. Пусть они дерутся, у меня свои три боя. Зачем мне лезть, как шара будет, пытаться запрыгнуть в какой-то поезд уходящий? Для чего? Нужно свой поезд сделать и все формировать. Свою жизнь, спокойно. Свою жизнь, спокойно.